Китайский режим Сыновей, 48-летнего Абдуль Маджида и 52-летнего Абдуль Каюма, занимавшегося ювелирным бизнесом в Урумчи на протяжении 20 лет. После наложения ареста на дома и фирмы братьев китайские власти заморозили их банковский счет, на котором было 67 миллионов юаней. Более того, в лагерях побывала и его прикованная к инвалидной коляске 74-летняя супруга Турниса Хан. В связи с ситуацией глава информационного центра Восточного Туркестана сделал следующее заявление. «Необоснованные аресты бизнесменов показывают, насколько жестока китайская власть. Я знаю на Мухаммеда Хаджи более 40 лет, и арест его сыновей, никогда не вмешивавшихся в политику, ничто иное, как бесчинство и беспредел. Я призываю всех объединиться против Китая, уничтожающего наших богачей, бизнесменов, имамов, ученых, историю и культуру». Из китайских лагерей, расположенных в Восточном Туркестане, продолжают поступать печальные новости. По последним данным, в городе Кучар был задержан 35-летний ветеринар Курбан Рахман, которого увезли в участок, надев на голову черный мешок. Курбана Рахмана обвинили в распространении наркотиков и через год после ареста передали его тело родным. Причину указали как передозировка наркотическим веществом. Молодежь уйгуров организовала в Стамбуле собрание, посвященное Восточному Туркестану. Встреча, организатором которой выступило общество нового поколения, прошла в районе Зайтунбурну. Во время встречи были рассмотрены история и нынешнее положение Восточного Туркестана. Во время протестов, прошедших в Гонконге, полиция применила слезоточивый газ и броневые машины. Отступавшие от полиции демонстранты собрались в районе Адмиралти. После стычки с полицией протестующие подожгли баррикады из пластика, скамеек и мусорных баков у полицейского участка Ван Чай. С другой стороны, китайские спецотряды и полицейские провели антитеррористические учения в приграничном с Гонконгом Шэнцзэне. Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео, на котором запечатлены кадры пуска баллистической ракеты из тактической системы «Александр». В заявлении министерства указывается, что успешное испытание ракеты было проведено на Астраханском полигоне Капустин-Яр. Ушел из жизни автор фундаментальных научных исследований и работ по истории тюрков 85-летний профессор Мустафа Кафалы. Выдающегося ученого и борца за независимость Восточного Туркестана проводили в последний путь, накрыв его тело флагами Турции и Восточного Туркестана. Пусть Всевышний помилует профессора и дарует ему райские сады. Начался месяц с Мухаррам, содержащий в себе такие смыслы, как переселение пророка в Медину, день Ашура и мученическая смерть внука пророка Хусейна сына Али. Пусть в этот месяц Всевышний сделает наш нрав лучше, сердца мягче и дарует свое благоволение. Субтитры создавал DimaTorzok